Я хотел бы еще рассказать вам о пиве. Вот почему наше поколение, вот мне сейчас 57 лет, почему мы до сих пор не спились? Почему среди нас все-таки нашлись еще трезвые, трезвомыслящие люди? Да дело в том, что в мои молодые годы невозможно было достать пиво. Невозможно. Я вот вспоминаю, пиво это, когда привозили эту бочку с пивом, студенту, я был студентом университета, просто к бочке подойти было невозможно. Там такая очередь, такая давка мордобой, что ни один нормальный человек к этой бочке туда и не лез. Понимаете? То есть вот такое было. Сейчас же всю страну залили пивом, а пиво это наркотик для молодежи. Это для детей и молодежи наркотик. Вот это для кого все это пиво идет. Причем у нас в стране единственная страна в мире, где пиво было выведено из разряда алкогольных изделий. Оно не считалось алкогольным изделием. Ради бога, продавайте в школе, в детском саду. Это все было безалкогольное изделие. Пиво у нас считалось. Вот. А дело в том, что пиво, это настолько страшная вещь, пивная алкоголизация нашей молодежи, к приварке пива добавляется хмель. А когда варится хмель, из него привариваются вещества, называемые эстрагоны. Эти вещества-эстрагоны очень сильно практически идентичны женскому половому гормону эстрогену. И когда молодой человек, мужчина, пьет пиво, пьет пиво, у него в крови нарушается гормональный состав. У него появляется очень много женских гормонов эстрогена. У него смещается гормональный состав в сторону женского начала. В сторону женского начала. Кстати, я всегда в 11-10 классе спрашиваю. Я говорю, вы знаете, чем отличается мужчина от женщины? Ну, ха-ха-ха, в жале. Все за дурной вопрос. Я говорю, ха-ха-ха, это правильно вы ха-ха-ха-каете. Да, действительно, мужчина родился мальчиком, а женщина родилась девочкой. Но не только и не столько этим мужчина отличается от женщины. И не столько этим. Основное отличие мужчины от женщины заключается в том, что у мужчины в крови в основном циркулируют мужские гормоны. Называются эти гормоны, кто знает? Тестостерон. Тестостерон, совершенно верно. Тестостерон. А вот у женщины в основном в организме это два женских гормона. Это гормон прогестерон и гормон эстрадиол. Прогестерон и эстрадиол это женские гормоны. А тестостерон это мужской гормон. И вот у мужчины в основном в организме тестостерон. И поэтому мужчина, мужчина. Вот я мужчина. У меня основной гормон тестостерон. У меня мужской голос, у меня мужской характер, у меня мужская фигура, у меня мужские наклонности. Мне нравится особо противоположного пола. Это, кстати, тоже определяется именно наличием тестостерона в крови и так далее. А у женщины основной гормон это прогестерон. И поэтому она женственна. Она кокетливо хочет нравиться мужчинам. Это тоже от этого гормона зависит у нее. У нее женская фигура, плечи, увеличенный таз. Это все тоже эти гормоны за это отвечают. У нее материнский есть инстинкт. Он тоже обусловлен вот этим прогестероном. А теперь смотрите. Мужчина начинает употреблять алкоголь. Он употребляет алкоголь и возникает явление, которое в науке называется феминизация алкоголиков. В чем заключается феминизация алкоголиков? Когда мужчина употребляет этот алкоголь, у него молекула спирта, молекула спирта в крови встречается с молекулой, С2H5OH, встречается с молекулой тестостерона. Взаимодействует. А молекула тестостерона это длинная органическая молекула. И спирт отрывает от нее один углеродный комплекс. И тестостерон превращается в астрадиол. То есть напрямую в крови превращается мужской гормон в женский. И у него смещается гормональная равновесие. И алкоголик на глазах превращается в женщину. Превращается. У него тончает голос. У него теряется мужество в характере. Он начинает делаться пугливым. У него пропадает интерес к женщинам. Попадает. Нету этого гормона, который за это отвечает. У него фигура начинает меняться. Сжиматься плечи, раздаваться таз. А что происходит с женщинами, которые употребляют алкоголь? У них в крови молекула спирта встречается с молекулой прогестерона. Идет химическое взаимодействие. И молекула спирта отрывает два углеродных комплекса от молекулы прогестерона. И прогестерон превращается в тестостерон. И у женщин-любителей алкоголя идет явление, которое в науке называется маскулинизация алкоголичек. То есть превращение любителей спиртного в мужиков. У них нарастает количество мужского гормона. У них пропадает кокетство. То есть желание нравиться мужчинам сразу пропадает. Нет этого гормона. У них пропадает инстинкт материнства. Потому что это тоже от гормонов зависит. У них пропадает, у них фигура меняется. У них сразу плечи, грубеет голос. Вы посмотрите, женщины, которые за пивом стоят, и женщины, которые за дорогой косметикой стоят. Они даже внешне совершенно разные женщины, хотя казалось бы и те и другие. У одних в крови женские гормоны, а у этих гормоны уже мужские. И идет вот этот процесс маскулинизации алкоголичек и феминизации женщин. Это все, так сказать, давным-давно в науке известный совершенно процесс. Так вот пиво, это самое страшное явление и вещь, которая превращает мужчин, превращает их в импотентов. Самая мощнейшая вещь это пиво. Почему? Потому что в пиве содержатся эстрагоны, это практически эстрадиол. И напрямую сразу в кровь у него в крови превращается в женский гормон. И любитель пива, кстати, Чехия, это страна, которая больше всех пострадала от пива, у них есть поговорка. Любитель пива подобен арбузу. У него растет пузо и сохнет кончик. Сохнет кончик. И вот вы обратите внимание, была Олимпиада и шла реклама пива. И как только реклама пива, сразу за рекламой пива шла реклама этих самых возбуждающих мужских таблеток против импотенции. Пиво, золотой конек, пиво, да и так, вот обратите внимание, они в связке идут. Потому что у него полностью пропадают. Он становится 35 годам человек, который начинает в 15 лет пиво пить, он 35 лет точно абсолютно импотент. И у него даже желания нет, у него желание к женщинам полностью пропадает. Недаром говорят, наши женщины ездят куда-то туда, на юг в этот Эмират, чтобы посмотреть на настоящих мужчин. Конечно, естественно. Потому что эти любители пива, это же импотенты, то есть с ними, о чем с ними можно говорить. И что страшное, когда женщина начинает пить пиво, это еще более страшная вещь. Дело в том, что у женщины должен быть определенный процент этого гормона в крови. Но когда она пьет пиво, у ней резко вызывает избыток эстрадиола. А избыток эстрадиола делает из женщины, из нормальной русской девушки, агрессивную самку. Самку, которая под трактор готова лечь, понимаете? Потому что у ней избыток, у ней ей надо и все.